Добрый день, ребята! Тема нашего урока «Составление таблицы умножения и деления с числом 4». Идем в поход. Сегодня на уроке мы будем составлять таблицу умножения и деления с числом 4, анализировать и решать задачи на нахождении суммы одинаковых слагаемых и на деление по задержанию и на равные части. Отгадайте загадку! Ее подножье травянисто, трава высока, шелковисто. Повыше заросли кустов, ряды колючек и шипов. Еще повыше хвойный лес стволами поднят до небес. Вершина – голая скала. Скажите, кто она? Гора, верно! Сегодня на уроке мы отправимся в поход. Выполняя математические задания, побываем в горах Казахстана и сделаем новые математические открытия, связанные с умножением и делением. В Казахстане большое разнообразие гор. От низкогорных областей Сырой Арки до величественных высокогорных районов Южного Алтая, Жунгарского Алатау и Теньшани. Они поражают воображение величием просторов, богатством флоры и фауны и неповторимыми пейзажами, от которых захватывает дух. Чтобы узнать, какие горы в Казахстане самые высокие, выполните задание из учебника на странице 36 номер 1. Поставьте видео на паузу. Проверьте по эталону. Молодцы, ребята! Откройте тетради, запишите сегодняшнее число. Расположите ответы в порядке возрастания. На какой горе расположен пример с наибольшим числом в ответе? Верно! Это число 27 и самая высокая гора в Казахстане – Хан-Тенгри. Эта гора находится на границе Казахстана, Киргизии и Китая. Высота пика Хан-Тенгри составляет около 7 километров в зависимости от толщи льда. Чтобы узнать, какая гора по высоте находится на втором месте, выполните следующее задание. Записывайте только ответы. Во сколько раз 8 больше 2? Я задумала число. Увеличила его на 6. Получила 14. Какое число я задумала? Уменьши 26 на 14. Увеличь 11 на 5. Уменьшаемое – 300. Вычитаемое – 280. Найдите значение разности. Проверьте по эталону. Поставьте видео на паузу. Молодцы, ребята! Вы справились с заданием. На втором месте по высоте находится пик Талгар. Расположен он в горах Теншане на территории Алматинского заповедника. Его высота по разным источникам около 5000 метров. Посмотрите ещё раз на ответ. Что вы заметили? Правильно! Числа увеличиваются на 4. Посчитайте четвёрками от 4 до 20. Продолжите счёт четвёрками от 0 до 40 по линейке в учебнике на странице 36 номер 2. Посчитайте в порядке убывания. Как вы думаете, с какой таблицей умножения и деления мы сегодня познакомимся? Правильно, ребята! С таблицей умножения и деления на 4. Чтобы узнать, какая гора по высоте находится на третьем месте, выполните задание в учебнике на странице 37 номер 2. Составьте и запишите в тетрадь 4 столбика таблицы умножения и деления с числом 4. Поставьте видео на паузу и проверьте по эталону. Всё верно! Вы справились с заданием. И сейчас узнаем, какая гора в Казахстане находится на третьем месте по высоте. Это гора Белуха. Её высота 4506 метров. Расположена она в горном Алтае. Её ещё называют «настоящая ледяная гора». Где вам может пригодиться знание таблицы умножения и деления на 4? При выполнении каких заданий? В решении примеров, уравнений, задач, при сравнении выражений. Я предлагаю вам потренироваться в решении задач на странице 37 номер 3. Задача А. Для похода в горы собралось 4 отряда по 6 человек. Сколько всего человек собралось в поход? Что известно? Что надо узнать? Запишите решение и ответ. Задача В. 20 банок с консервами разложили поровну в 4 рюкзака. Сколько банок оказалось в каждом рюкзаке? Что известно в этой задаче? Что нужно узнать? Запишите решение и ответ. Задача под буквой В. После похода в горы 9 ребят принесли в класс по 4 фотографии. Сколько всего фотографий принесли дети? Что известно в этой задаче? Что нужно узнать? Запишите решение и ответ. И последняя задача под буквой Г. 28 участников похода разместились по 4 человека в одну палатку. Сколько палаток потребовалось? Поставьте видео на паузу. Проверьте решение задач по эталону. Следующее задание. Номер 4. Сравните выражения. Поставьте знаки. Больше, меньше или равно. Проверьте по образцу. Мы завершаем свой поход. Давайте вспомним, о каких высокогорных вершинах Казахстана мы сегодня узнали на уроке. А также мы повторяли изученный материал, составляли таблицу умножения и деления с числом 4, решали простые задачи на умножение и деление, сравнивали выражения. Оцените свою работу на уроке. На какой части горы вы сейчас находитесь? Вершина. На уроке я достиг больших высот. Середина. У меня есть результаты, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Основание. Мне еще нужно поработать, чтобы достичь хороших результатов. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok